приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители сегодня у нас рубрика автоэксперт после того как осенью мы выпустили наш тест-обзор топ-5 зимних покрышек многие написали а можете сделать такой же но про бюджетные шины конечно можем и сделаем но здесь следует понимать что подобный обзор невозможен без хорошего шинного спонсора поэтому для начала немножко рекламы представим нашего партнера интернет-магазин шина for me это огромный выбор автомобильной резины ссылка находится под видео в описании один клик на нее и вы здесь немного интересных подробностей в конце выпуска а пока я выбирая нужные нам покрышки и приступаем к обзору конец февраля и начало марта 2018 на северо-западе россии выдались очень морозными и на большом шинном складе нашего партнера где мы и организовали мини-студию тоже было не жарко поэтому обзор летних шин я делаю отнюдь не в майке и шортах и так топ-5 бюджетных шин куда мы включили как отечественные так и импортные бренды при этом отмечу что бюджетность не обозначает низкое качество в нашем случае это доступные но добротные покрышки и как и обычно наш топ это наш личный опыт ну начнём первое имя кама и это не случайно именно кама самый популярный российский шинный бренд отметим что нижний камцы давно продвигает свою продукцию на разные автозаводы в том числе и на марочные а поэтому кама евро 129 хорошо знакома владельцам volkswagen polo как и 236 кстати поначалу мы хотели включить топ именно эту модель но все-таки общаясь с владельцами видим что вопросов 236 многовато например многие отмечают неважную курсовую устойчивость шумновато жестковато и в топ мы взяли кама евро 224 на наш взгляд одна из самых удачных моделей камы хотя выше перечисленные претензии тоже ее касаются но это самая доступная покрышка в нашем обзоре и за это и многое можно простить впрочем доступность не единственный ее плюс посмотрите на протектор хоть и дает чуть больше шума зато взамен получаем отличную проходимость а еще двести двадцать четвертая хорошо противостоит износу и ямам так что рекомендуем ее для тех у кого машина рабочая лошадка которая скачет не только по асфальту кстати кто-то соблазняется 224 наслышав ее всесезонности мол и зимой буду ездить но во первых теперь и сами заводчане подают ее как чисто летнюю покрышку смотрите они убрали значок снежинки а во вторых давайте немного развеем миф всесезонности в нулевых годах мы с женей много занимались тестами автомобилей а фишка была в том что новые машины приходили к дилеру всегда на летних шинах и зимой тоже и переобувать их специально для теста в зиму тогда дилеры себя не утруждали вот и катался я на лете зимой сначала было жутковато потом привык а потом и вовсе стал гонять как летом да да это на летних шинах а поэтому опыта езды зимой на всевозможных летних и так называемых всесезонных шинах набралось немало и вот что скажу что ехать в принципе можно даже на голом льду вот самое коварное покрытие лед припорошенный снежком однако машину вполне можно контролировать при том же не мне периодически подкидывал всякие задания давай-ка для эффекту разворотики на 360 покажем и если вы уже подумали что сейчас я скажу что все сезонки рулят это зря потому что ездить там можно а вот останавливаться проблема особенно когда все вокруг на зимних шинах более того любой снежок или незначительный подъем мог стать непреодолимым препятствием в общем все сезонки зимой это экстрим ненужный и опасный риск поэтому camo 224 неплохая летняя шина и не более но не требуйте от нее много для тех кому нужна недорогая и рабочая лошадка второй бренд в нашем топе viatti модель strada asymmetrico многие удивятся когда я скажу что шина с таким итальянским названием тоже выпускается на нижнекамском шинном заводе нет без иностранцев не обошлось если кратко то истоков стоит вольфанг хольцбах который работал вице-президентом фирме континенталь затем создал свой бренд притом вместе с итальянцами и договорился о производстве в россии и вот перед нами совместный немецко-итальяно-российский продукт притом подают его как премиальную шину вот даже индикатор износа сделали но это конечно маркетинг хотя доступный по цене премиум это приятно strada asymmetrico тоже пропихнули на ваговский конвейер и она является родной то есть шиной первой комплектации для октавии при том и получаем очень хорошие отзывы от шкадоводов из недостатков называют жестковатость однако справедливости ради вот мы катались на октавиях разных поколений и и замечу что подвеска ее сама по себе плотная особенно на первых октавиях она откровенно жесткая мы порекомендуем виате strada asymmetrico для машин с более мягкой подвеской например honda sonata первых поколений toyota corolla всех поколений многие лады на калину так точно ну и французы конечно такие как флюинс megan push 408 кстати мы не случайно показываем переставку она же лосиный тест кому кажется что специально адаптированная подвеска для россии избыточно мягкая и вы желаете немного сместить баланс автомобиля в сторону управляемости шины viati хорошее решение вот только не стоит думать что за счет шин вы прям тюнинг подвески сделаете тут надо отметить что например toyota corolla турецкой сборки или megan 2 который собирался там же имеют шины первичной комплектации bridgestone b390 которые сами по себе жесткие так вот попробуйте viati на наш взгляд здесь баланс управляемости комфорта и главное цены выдержан лучше отмечу ее хорошую устойчивость грыжем поэтому шина удостоилась нашего топ-5 третье имя в обзоре matador а представлен он моделью hector a3 вот скажу что многие недооценивают сей бренд считая его низкобюджетным а я вспоминаю лихие 90 тогда у меня была вазовская пятерка и я ездил на шинах matador mp12 так что развитие бренда прошло на моих глазах matador менял хозяев и прописку то на российскую то на зарубежную кстати менялась и качество ныне бренд принадлежит концерну континенталь являясь его третьим эшелоном но выпускает matador на российском заводе который немцы построили в калуге hector a3 хорошие бюджетные покрышки при том весьма тихие и комфортные но пусть вас не смущает их мягкая боковина удар держит нормально при этом hector у подают как премиум модель ну разумеется в бюджетном сегменте поэтому если у вас старенький мэрс да и не очень старенький вполне еще моложавый ну скажем так с начальным мотором типа 18 на автомате прям как вот этот попробуйте matador hector a3 если не хотите или не можете переплачивать за первоэшелонные бренды это еще одна хорошая шина достойная нашего топа ну а теперь истинные иностранцы nexon многие думают что это китайский бренд нет нет это корея скажу сразу поначалу когда мы несколько лет назад столкнулись с этими корейскими шинами то они вызвали у нас недоверие однако вот снимаем любимую многими рубрику погоняем казалось бы бомба в 10 я бы на такую мишлен поставил смотрю а тут корея nexon при том низкопрофильные главное хозяин то доволен но окончательный перелом в моем сознании бренду сделал вот этот тест-драйв новый kaleos который был обут в корейский nexon помню перед началом переставки я сказал эх мне бы переобуться в конте или мишлен но фишка в том что по ходу теста претензий к шинам практически не возникало конечно хорошо отрабатывала электроника но тем не менее наш кмс александр смог показать скорость переставки 80 километров в час что для кроссоверов это класса просто предел и вот теперь nexon мы включили в наш топ-5 сам в шоке от такого а порекомендуем модель n blue hd плюс конечно понимаю что вошла эта покрышка благодаря приятной цене кстати разрабатывали эту модель корейцы под европу получилось комфортная шина притом тихая и с мягкой боковиной и в отличие от матадора ударов она побаивается поэтому на ямах поаккуратнее ну и закрывает наш топ самая дорогая но тем не менее все таки вполне доступная шина nordman sx2 можно сказать топовая шина в нашем топе извиняюсь за каламбур для тех кто хочет первоэшелонной покрышки но как говорится денег жалко nokian haka green отличная первоэшелонная летняя шина правда цены кусаются поэтому многие не могут себе ее позволить и финны традиционно делают хороший маркетинговый ход первый грин снимает с производства заменив ее на второй но пресс формата от первого остались в них заварили новую резиновую смесь попроще соответственно и цену сделали пониже и спекли внешний клон хаки грит вот он в нашем топе под названием nordman sx2 модель тихая комфортная в этом обзоре лучшая по управляемости а в минусах средняя износоустойчивость и ударопрочность пробить эту шину проще чем скажем 224 каму поэтому те кто не притормаживает перед крупными ямами тот нарывается на грыжи если же ездим с головой то берите норман sx2 смело независимо от того лада у вас или mercedes вот такой получился у нас топ 5 недорогих доступных но достойных внимания шин выбирайте благодарим за помощь подготовки обзора интернет-магазин шина for me это продажа автомобильных шин по всей россии то есть доставка практически в любой город звоните или заходите на сайт набирать адрес ручками не надо ссылка в описании под видео клик и вы магазине и внимание москвичи и гости столицы у магазина есть свой шиномонтаж и мы договорились о 20 процентной скидки для наших зрителей для этого просто приезжайте сюда и скажите что от нас то есть кодовое слово программа автомобиль и еще нам понравилось как здесь правят и красят литые диски качество ремонтных работ просто отличное подробности по телефону на этом все ставьте свои оценки и увидимся жень вырубай шарманку